Книга «Открытым оком». Тема «Покаяние». Том 4. Вопрос 1329. В книге «Исход» 16.12 я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш. Это значит, что в силу физиологии человеческого организма мы днем должны есть хлеб, крупы, то есть крахмальные, а на ужин белки, то есть мясо, яйца и так далее. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дух Святой через Моисея не меню нам составлял, но показал, как были события. Манна выпадала ночью, и ее собирали поутру. Числа 11.7.9. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как в далах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и леталок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. В коже был подобен вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Так как манна днем исчезала, то ясно, что вечером они не могли ее собирать. Ни о каких белках речи не шло. Первые люди в раю питались только зеленью. Были подлинные вегетарианцы. Бытие 1.29. И сказал Бог, «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет пища». И только после потопа стали употреблять мясную пищу. Употребление мясной пищи связано с грехопадением, поэтому она является запретной у отрекшихся от мира в монашестве. Числа 11.13. «Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо». Второзаконие 12.20. Когда распространит Господь, «Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда пожелание души твоей ешь мясо». Птицы появились в израилевском стане после их ропота, греха, и после этого согрешения в их рационе появляется мясо, то есть насыщение через отнять чьей-то жизни. Физиология человеческого организма такова, что он может совершенно свободно обходиться без этой мясной пищи. Римлянам 14.21. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого». «Отчего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает?» 1 Коринфянам 8.13. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Есть такое изречение. «Завтрак съешь сам» 50% дневного рациона, «Обед раздели с другом» 30% и «Ужин отдай врагу» 20%. «Смысл такой, что не только не ешь что-то мясное, наиболее трудно перевариваемое на ночь, но даже и весь ужин, который может принести тебе болезни и слона на животе, стоящего всю ночь. Отдай его тому, кому не расположен, чтобы он вскоре умер, мирская мудрость, основанная на знании физиологии человека». Сирахова, 31-23. «Страдание бессонницу и холера и резь в животе бывают у человека ненасытного». «Страдание бессонница»